Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Лучшие из лучших, самые активные собрались сегодня в зале Дворца Творчества, который только за месяц организовали и провели более двух тысяч мероприятий. Это и встречи с ветеранами, вахты памяти, фестивали военных песен, театральные постановки по произведениям, посвященным Великой Отечественной войне и многие другие. Самыми значительными, самыми значимыми в рамках месячника оборонно-массовой военно-патриотической работы это, конечно же, наша родная всероссийская патриотическая акция «Бескозырка» и не менее значимая детская «Бескозырка» «Белые чайки». Это две акции, которые объединяют настолько новороссийцев в единое целое. Это единый настрой, это единое чувство гордости, патриотизма, любви к своему городу, любви к истории своего города. 34 тысячи школьников приняли участие в торжественных линейках и уроках мужества. Полторы тысячи ребят соревновались в военно-прикладных видах спорта. 350 воспитанников Дворца Творчества проявили себя в ходе творческого конкурса «Буду Родине служить». Все от мала до велика старались принять участие в прошедшем месячнике. Основная цель месячника обороны массовой и военно-патриотической работы дать наказ молодому поколению быть достойными славы отцов и дедов с гордостью нести звание патриот Новороссийска. И Новороссийск каждый год успешно справляется с этой задачей. Овеяна славы родная Кубань. Именно под таким девизом проходил общекраевой месячник обороны массовой и военно-патриотической работы. С каждым годом количество участников и мероприятий только увеличивается. А значит, крепит патриотический настрой. Именно успехи объединяют и делают нас сильнее. Александрова Татьяна Фаеновна, заместитель начальника управления образования. За личный вклад, высокий уровень подготовки мероприятий и творческий подход в номинации «Растим патриотов России» грамотами были отмечены директор Верхнебаканского дома культуры Анна Воронковская, заместитель командира воинской части 61756, гвардии полковник Сергей Куклин, директор средней школы номер 26, станица на Тухаевской Нина Сас. Заместитель начальника управления образования Татьяна Александрова, председатель совета ветеранов Южного района Николай Клепанчук и многие другие. От всех депутатов городской думы хочу сказать большое спасибо всем организаторам этого мероприятия и всем ребятам, которые принимали лично всем здоровья и успехов. Отечество славлю делами, великого подвига, великий урок. Профессия – родину защищать. Всего пять номинаций и десятки победителей. Нет более почетной обязанности, чем служить своему народу и защищать родину. И сегодняшнее поколение новороссийцев – верные преемники славных традиций нашей страны. Медаль Министерства обороны России за участие в военном параде победы получили руководители сводного городского отряда юн-армии Сергей Нагний, Игорь Дорохов и Анатолий Пелюховский. Но в этом деле главная не награда, а проявление дела. И эти ребята доказали и показали свои работы, что они настоящие патриоты своей страны.